Доминик Джокер Все это время участник «Фабрики звезд» от комментариев воздерживался и лишь недавно стал открыто говорить о личной жизни. Как оказалось, после нескольких лет совместной идеи лодка любви артиста и его уже экс-супруги Альбины Бреславской разбилась, и все пошло ко дну. Однако, по утверждениям артиста, причина этому вовсе не другая девушка. Я не знаю, откуда вы берете эту информацию. Может быть, Малахов придумывает ее, не знаю. Может, еще кто-то. И с Андреем вместе, а не на пару придумывают. Я без понятия. На самом деле, это полная ерунда. Мы с Катей стали вместе жить через вообще 8 месяцев знакомства. А с Альбиной мы закончили наши отношения еще до того, как я узнал о существовании Кати. Поэтому никаким образом ушел из семьи. Это все эти рассказни «Пользу бедных». Друзья никому не верят, это полная ерунда. Это могут подтвердить и наши детки, и Мартин, и Марик. По словам друзей артиста, его жена Альбина спокойно восприняла расставание с мужем, поскольку в их семье давно были проблемы, и все шло к разрыву. Страдают только дети 9-летний Мартин и 6-летний Маркус, которые практически перестали видеться с отцом. Кстати, свою новую любовь Доминик встретил на съемках проекта «Битва хоров». Исполнительница Катя Кокорина покорила сердце певца и даже вдохновила его на недавнюю творческую лирику. Несколько месяцев назад музыкант выпустил свой второй альбом «Дежавю». О свежем студийнике пишут, что в нем можно увидеть обновленного Джокера. Решили его назвать «Дежавю», потому что это наше личное «Дежавю», не то, что уже было, а просто лириком, какая-то лирика, вот на которую меня толкнула Катя. Вот она новизна. Между прочим, Катя является не только девушкой Доминика, но и его продюсерским проектом. Этим летом ребята презентовали клип на совместную композицию «Знаешь». В ролике влюбленные артисты собрали много танцующих звезд, что и задало видеоряду особое задорное настроение. Как получилось так, что в клипе «Знаешь», Катя, вы привлекли настолько много звезд танцующих? Ну, просто дело в том, что у нас много хороших друзей, которые по совместительству являются звездами. Поддержали. Да, просто поддержали. Начинающего артиста. Начинающий артист мой. Ну, а сама начинающая артистка вскоре представит и аудионовинку, которая уже будет более лиричной. Похоже, пламенные чувства влюбленных так и рвутся из их горячих сердец, толкая ребят на новые творческие подвиги. Буквально через две недели мы уже выпустим мою новую песню, она называется «Бей». Это уже лирика, это уже не танцевальный дэнс. Это не танцевальный дэнс. Не танцевальный хит. Но мы надеемся, что он выстрелит не хуже, чем первый, знаешь. Это Доминик Джекер и Катя Коконин для Музон ТВ. Еее.